Приветствую! Сегодня такой раскочегарилась я вечер откровений. Я сейчас хочу такую тему затронуть программы, родовые, семейные программы. Вот иногда бывает такое, что мама вышла замуж, уже видно, что алкоголик будущего. Дочка повторяет судьбу. Мама всю жизнь боролась сама-сама. Дочка повторяет судьбу. Либо бабушка в родстве была измена. Там еще отработка, конечно, будет. Очень много людей идет, отключусь ненадолго. Итак, бабушка, допустим, изменяла, родила, допустим, даже там ребенка другого мужчины. Либо, ну вот, допустим, мама разведенная была вообще, но не выдержала, допустим, с алкоголиком, как у нас в полуроссии жить. И попробовала какие-то другие отношения. У ее дочери тоже будет программа это работать. Ей всегда будет хотеться этого сделать. Или попробовать просто других этих отношений. Это все не венец безбрачия, когда вот так вот не получаются отношения. Это вот все действует программой. Есть специальные чистки родовые, конечно. Чем-то они помогут, но... Ну, или работа тоже с психотерапевтом, психологом. Вот. Но не думайте, что... Вот просто я сейчас к чему? Почему вроде бы казалось, все опять вот возвращается. То есть проработка сделана, все было, но все равно что-то не получается, да? И выбор идет в сторону таких мужчин. Потому что работают программы, вы должны об этом знать и помнить. Вот недаром говорят, если ты вот уже, допустим, знаешь, да, то ты вооружен. То есть знание — это сила. Вы постоянно должны это понимать. Вот даже самое, то же самое, питание поменять, образ жизни поменять, да? У алкоголиков, детев чаще всего уже алкоголики. Они, мы уже говорили об этом, что они потомственные алкоголики. Но еще хочу сказать, что не надо, во-первых, пугаться, что вы опять в это возвращаетесь. И отходить от этого надо постепенно. Вот даже если больно от такого человека отойти, нужно постепенно. Вот, допустим, есть такой способ неплохой на время расстаться. Дальше, то есть почувствовать, как вам, да, будет жить, уйти там куда-то. Ну, лучше, конечно, чтобы было отдельное жилье. Мы же все настолько богаты, да, чтобы так дешевле вместе выживать. Вот, в общем, хочу об этом сказать, почему все быстро не происходит. Все равно не надо пускать руки. Если вы хотите добиться, добивайтесь. Но маленькими шажками...